Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. На самом деле, очень рисковое решение. Возможно, этому плану вы даже не увидите. Из-за плохого качества я просто выключила свет. На самом деле, получилось чисто случайно. Я не собиралась снимать так видео. Просто хотела взять удобный кадр, а потом включить ring light. Но мне настолько понравился этот задний план и вот такой вот свет. Поэтому я решила свет даже не включать. Поэтому снимаем вот так. Сегодня у нас с вами два кусочка тортика снежок. Ссылочка будет внизу, как всегда, рецептик. Вы можете перейти и посмотреть. Здесь у нас апельсин. Вот такая вот нарезка в виде цветочка. Тоже видео скоро будет. Мы работаем, так скажем. И здесь у нас маршмеллоу. Давайте приступим. Как мне понравился этот тортик. Это просто нечто. Если вы не любите сильно сладко-притерные тортики. То это ваша тема. Здесь кокос. Очень нежный крем. Смотрится красиво. Делается легко. Обязательно готовьте. Давно у нас с вами не было сладких мукбанков. Не знаю, как вы, но я соскучилась. Кстати, насчет сладкого. У меня почему-то Твикс кушает сладкие вещи. Я сама в шоке. Я так много про него говорю. Наверное, уже надоело вам. Даже вот среди подруг я всем кидаю фотографии Твикса. Наверное, не всем нравится котята. Не всем интересно. Но я просто настолько люблю кошек, собачек. Мне кажется, что всем интересно смотреть, как растет мой Твикс. Всем кидай и брату по сто раз. Посмотри, посмотри, какая прелесть. И знакома всем. Уже задралась. Сегодня бабушка уехала к своей дочке. К моей тете. Я была шокирована немного. Мой двоюродный брат всегда, всегда опаздывает. Это просто его почерк. Каждый раз он звонит. Говорит, спускай бабушку, я уже еду. Я бабушке каждый раз говорю. Его 15 минут. Это мои полчаса. Его час. Это три часа. Столько лет ты его знаешь. Чего ж ты каждый раз наступаешь на одни и те же грабли? Я безумно люблю своего двоюродного брата. Но вот эта черта его характера. Это нечто. И в общем, сегодня, как всегда, как только бабушка услышала, что они приедут, человек настолько ответственный. Вот реально очень дисциплинированный. Мне кажется, если бы бабушке позволили бы учиться, она бы заняла очень хорошую, какую-то руководящую должность. Вот, стопудово. Например, ей говорят, что бабушка, будь готова, например, к 10. Я приеду и тебя заберу. Так она в 6 просыпается. Уже готовится. Я говорю, бабушка, еще 6. Тебе сказали в 10. По расчету моего двоюродного брата, он приедет в 12. Куда ты встала? Так рано. Ну, а вдруг надо подготовиться. То есть человек просто ответственный сам по себе. Это просто характерная черта человека. Вот с утра она начинает. Спустите меня вниз. Они, наверное, приедут, будут ждать. Так и хочется обнять бабушку и сказать, пусть они тебя ждут, а не ты их. Иногда в тиктоке натыкаюсь на видео, как кто-то помогает бабушкам, пожилым, которые торгуют там на улице. Какой-то старый утварь приходит, дает деньги. И просто хочется стоя похлопать этим людям. Реально. И некоторые, извиняюсь за выражение, говнюки, пишут им комментарии. Ой, показуха. А если не на показуху это сделать? А если это сделать там, где никто не видит, к примеру? Вы возьмете с него пример? Нет, конечно. Вы поверите, что он так сделал? Нет. Вы подумаете, что никто не делает? Я не буду. А тут ты увидел пример, тебе тоже стало жалко. И завтра ты тоже не пройдешь мимо какой-то бабушки. Мне столько девчонок пишут. Эйка, я тоже хочу подобрать котенка. Не жалеешь ли ты? Мне кажется, как раз-таки добрые дела нужно показывать. а не ставить в пример, как я взял сужок свою машину и типа набрал просмотр. А лучше набери просмотр чем-то более добрым. Помоги какому-то инвалиду. Бабушкам помоги. Вкусно. Очень вкусно. Кусочки я еще порезала, знаете, немаленькие. Потому что вкусно. Потому что можно съесть. Когда торт слишком сладкий, я его не ем, не доедаю. Поэтому вот такие вот дела. сегодня у меня удовольствием брата есть котенок. И он позвал в гости. Причем позвал меня вместе с Твиксом. если честно, мой парень не очень отреагировал на то, что я взяла домашнее уличного котенка. То есть, он предпочитает больше собак. Причем породистых. обратно наоборот поддержал обеими руками. Он сейчас стал религиозным. Принял ислам. И он говорит, что котенок это любимое животное Аллаха. И то, что я сделала, это мне сочтется, когда я умру. Так что, если вы хотите тоже получить похвалу, то тоже приведите домашнее животное какое-то. Или просто помогите людям. Это всегда возвращается. Короче, как-то так. Чай пью. Как же назывался это ягодом? С брусникой. Вспомнил. Так классно пахнет. Как этот цветочек есть? Никто мне не объяснил. Давайте немного поотвечаю на вопросы. И здесь такой вопрос. Какой неудобный случай был у тебя в детстве, когда ты съела что-то не то? Неудобный случай. Я знаете, что сразу вспомнила, увидев этот вопрос. Я вспомнила, как я вместо воды выпила водку, самогон. Папа ездил за границу и получается ему дарили там самогон и бутылки акваминералия, да? Бонаква. Было, кажется, самогон. А я-то не знаю. Откуда мне знать? начала пить. Выпила два гладка. И тут я понимаю, что-то не то. А я с просонем утром встала и решила выпить воды. Это было нечто. У меня просто горели трубы. Не понравилось совершенно. Все, апельсинчик закончился. А так я в детстве всегда кушала мел. Мне это очень нравилось. Обожала мел. мне нравился запах краски. Потом что мне еще нравилось? Вот кому еще нравится запах краски? Пишите в комментариях. Я не знаю, есть ли сейчас. Замазка была у нас такая. Это было нечто. Мне настолько нравился запах. В какой-то момент я просто начала чувствовать себя каким-то токсикоманом. А еще мама всегда ругалась, чтобы мы ели домашнюю еду. а мы брали и срывали с огорода недоспелый крыжовник. Просто прям воровали. У нас у соседа было несколько густиков с крыжовником. и они не спелые. Настолько вкусные и кислые. Но у нее родители были очень строгие. Очень. Прям за любую шалость могли не то что отругать, а просто руку поднять. Почему пошли на такое преступление? Знаю, что у нее такие родители. И завтра нам может быть очень плохо. когда ее родители увидели это ее отец просто взял и прям при мне ударил прям сильно. Меня он слава богу не бил. Но вы знаете дети у них выросли очень успешные очень воспитанные несмотря на то, что они постоянно их били. Постоянно ругали. То есть дома была такая дисциплина. Я в тот день подумала слава богу мне не досталось. И все домой убежала и потом где-то год к ним в гости не приходила. Через забор там Юля я говорю ты там не умерла. Она такая нет все нормально не парься. В общем на этом все я наелась всех люблю целую.